Итак, Зелёнка уже близко. Приехал, значит, к человеку, к товарищу, которого вы все знаете даже, наверное, лучше меня. Наверное, даже его машину знаете такую вот крутую. Вот на таких кейкарах гоняют во Владивостоке. Смотрите, тут вообще всё это серьёзно. На шкварнях, там на всех делах. Большая куча машин здесь стоит. Сейчас посмотрим какие-то интересные варианты. Там еноты вроде есть. Вон кейкар посмотрим. Рома, привет! 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 Первое поколение. Поеду на таком, как думаешь? Я летом думаю купить этот генератор и ехать на нём. Мне кажется, это путешествие у тебя затянется, оно очень долго. Так я никогда не спешу. Ну, если только без пешки, но всё равно. Смотрите, а вот так это всё происходит, да? Да, да. Очень много. Вот это богатый человек, да? Как струбишь, струшь Макдак. Найдём, только какой. У него это тут. Сильно садятся. Открыто, ноздря. И сколько же такая стоит? Продана за 470 тысяч рублей. Ну, это первое поколение. Вот ключи от него. Это первое поколение самое. Да, подсело просто от холода. Эксплуатируется, стоит. Какой год? Сколько отделений там? Одиннадцатый год. Делений 8 у него. 4 балла. Аукцион, оценка, пробег. 60 тысяч километров. 60 тысяч, да? Да. А что-то рулёчек такой, да? Кожа. Или может грязный? Да, это же Nissan. У них обычно так кожа. Особенно, видишь. Грязь сразу видно. Так же, как и салоны. А может тут, смотри, налёт просто какой-то может помыть? Просто на ручке тоже. Ну, мужчина вот только с Японии. То есть её ничего не делали. Вот здесь как она подаётся. Ну, тут электричка конкретная, да? Да. Причём для первого поколения это отличная комплектация. Здесь и подогревы есть, и сиденья, и подогрев руля. Для версии Z0 это вообще не характерно. Обычно у них эти опции недоступны. Здесь видишь, они все есть. Ясно. Ну, на таком, короче, долго ехать, да, буду, если что? Это первое поколение. У него пробег, ну, летом до, там, 80-90 максимум. А, не 300? Я думал, 300. Нет, ты что? Не 300. Это только последнее поколение Z1. А, ё-моё. Ну ладно. На нём ещё можно попробовать путешествовать. Ага. Если у тебя генератор будет. О, у меня такой же розовый. Да. Прикольно. За последнее время просто их все размили. Смотри, на сегодняшний день это вообще самый доступный кейкар. Тут мотор надёжный, который 350 с лёгкостью выхаживает. Вариатор стоит. У него сколько лошадей? 53, да? Ага. Понятно. И чё, почём? Продан он за 490. Это 4 балла, 100 тысяч пробег. Ага. Комплектация с этим, системы предотвращения столкновений. Ну, климата здесь только нет. Ну да, крутилочки, да. Да, потому что на климате, на бесключевом доступе это уже иксовая комплектация. Там стоимость уже порядка 70 тысяч. Они мувики, да. Есть заряженные, как инвагоны, кастомные такие, да? Это кастомные. Те вообще дорогие. Там вообще жесть. Само пользуется популярностью вот эти. Тут вариатор от паса стоит. Он стоит 3000 рублей контрактный. Да и он, наверное, не ломается. Поэтому так и стоит, да? Да, это да. Мотор кэфовский. Он тоже, говорю, ходит 350 на аукционе. Вот она вся вот эта штука на мерседесах такой стоит, да? Да, вот радар один и второй. Один для системы предотвращения столкновений. Вот для контроля полос. Ага. И вот поэтому до 500 тысяч это самый сейчас ходовой гигант. Извини, какой год прослушал? 16-й год. Всего понятненько. Так. Это тоже. Еноты, да? Будем смотреть? Да, давай ноты посмотрим. Единственное. О, вот это твой от рай? Да, да. Блин, я все хотел посмотреть. Почему они такие вот среди кикаров дорогие? Ну, дорогие они, если их рассматривать проходного года. Вот этот автомобиль обошелся 540 тысяч рублей. Он 2014 года. Пробег чуть больше 100 тысяч у него. Хорошая комплектация, цвет красивый. Плюс тут еще какой-то японец модный владел. Там идиотная оптика стоит у него. У него литьё внутри лежит там 15-я. Смотри, поставили, да? Да, дворника нету. Да, японцы модные считают, что это не красиво, не стильно. Не по-пацански, да? Да, не по-пацански. Они, короче, снимают дворник. Мы купили, от хайджета подходит. Ага. Так как это полный аналог хайджета. Короче, мы тажи валим на пол вообще. Они дворник снимают. Дворник снимают. Кто что? Сейчас тоже. Тут холод вообще, жесть. Холодно. Минус 40 сейчас, да, я так понимаю? Минус 40, но ощущалось с утра, как минус 36 показывало. Тоже села, да, батарейка? А, или у него ключи такие? У него ключи, у них недоступен. Ну или он больше, чем кейкар, да? Да нет, он кейкар относится классом. Что-то он здоровый какой-то. Ну он объемный, да, но вообще по этим он как считается кейкаром. Двигатель 360 кубиков здесь. Ага. У него турбированная версия. Там охранник смотрит, снимать можно здесь? Да, можно, конечно. А там меня гоняют на зеленке. Не-не, можно гонять вон. Ну тут сразу характерное отличие. Это климат-контроль имеется. Ага. Капота не имеется, да? Ну да. Я смотрю, сразу-сразу там вон кончается. А трайчик, ну такой вот, да. Климат у него, но здесь заглушек много, что можно поставить. Максимум, что доступно, еще бывает одна сдвижная электродверь по левому бонду. Но в нашем случае ее нет. Вот так вот железо. Литье стояло в нем красивое. Виднеется. Это родные чехлы, я думаю, в комплекте шли. Чехлы в комплекте такие, да? Да, да, все с японии пришло. 540 это вам обошелся, да? Нет, это все клиенту полностью. Это под заказ машина. Да, в Екатеринбург уйдет. И сколько пробег у него? 100, там 20 тысяч у него пробег. А, реально подголовники такие. 136 тысяч пробег у него, 4 балла. Ага. Здесь телевизоры. Ром, а колеса были с ним? Да, 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 колеса. У меня боль вообще, я постоянно колеса ищу. У меня машины у ребят покупаю, а колеса нет у них. Они не привозят, говорят, выкидывают их. Вот тут машина готовится к отправке. Ага. Полное ТО сделали. Вот на этих колесах она пришла. Ты не выкидываешь машину? О, эти колеса. Да нет, это же клиентская машина. Сразу все грузится. А почему кто-то выкидывает? Не знаю. Типа там может, там не сложно. А, ну есть такие. В основном это кто на продажу машины везут. Зачастую просто колеса приходят не в очень хорошем состоянии. То есть уже там, тем более если на штамповках резина порепанная, то есть ей грош цена, то есть штамповка 2000. А у них стоит этот вариатор тоже? Нет, у них автомат. Вот, наверное из-за этого, да? Чем-то вот они чувствуются. Поэтому у них байджеты покупают все больше, чем те же Nissan Super, которые сейчас на роботизированные колески пошли. Потому что у них автомат простой стоит. И здесь также турбирована версия и машина на автомате. На полном приводе она. Ага. Но в отличие от хэджета здесь постоянный полный привод. 540 тысяч, да? Да, 540 тысяч, 4 балла. Автомат четырехступный? Да. Здесь он и стекло, и термальное. Ну да, я смотрю с каким-то отблеском. Но у него и расход побольше, да? Из-за автомата, я думаю, да? Ну, не знаю, если честно, по расходу как. Ну, я думаю, в районе 8 литров он расходует. Угу. Опять же, зависит от стиля. Если спокойно ездить, будет меньше. Понятно. Если рысачить, то больше. А это твой? Это тоже вот мы вчера только с таможем забрали. Это вот здесь из Японии вот так приходишь. Слушай. Вот, чисто вот только вчера его ночью привезли на стоянку. Вот такой грязный получается. Все, колпаки сняты, внутри лежат. То есть они не намыты и ничего не лежат? Нет, нет, нет. Вот это чистый пример, как приходит машина из Японии. Это еще нормально, что она хотя бы так ушла. Бывает, что там и стекла все загажены. Слушай, а я недавно новости смотрел, аж по телевизору показывали. Обледенелые. Обледенелые. Не попали, ничего? Нет, мы этой компанией не возим. Мы именно внутренней загрузкой. Суда у нас класса РУРО. То есть парель отпускается, машины заезжают люди. Все, открыто? Она закрыта сейчас, наверное. Я сейчас ее как раз поеду на мойку. За нее тоже вчера задаток человек скинул. Уже все разлетается, как горячие пироги вообще. Я говорю, вчера мы только ее получили, скинули человеку, что машина пришла. Все, он сразу скинул задаток. Сейчас помоем ее, отфотографируем. Ну и все, будем ждать. Сколько стоит, если не секрет? 480 тысяч. 100 тысяч пробег, 4 балла, 2016 год. Ага, передний привод, да? Да, передний привод. Комплектация идентична. Колеса летние, да, стоят? Да, летняя резина. Блин, у вас тут можно зимой на летней резине ездить. Я вообще в шоке. Я вчера 70 километров ездил, покупал колеса. Да, дороги чистые. Ездить вообще, это удивительно. У нас такой не пройдет, сразу говорю. Не, у нас, да, дороги чистые. Потому что снег, если даже здесь падает, его сразу выдувает. Ага. Ну и у нас это сейчас холодно. Закрыты, да, нету ключей? Да, ключи у меня там оставили. А, нет, хотя ключи у меня есть с собой. Ну, посмотрите, внутри какое с Японии. А то это, я думал, они такие все. Как на рынке стоят. Такое, да. А сколько стоит комплекс, и так помыть вкруг все это? Где-то в районе тысячи рублей. Тысяча, тысяча двести. Беленький салончик, я смотрю, часто у тебя, да? А на них есть либо белый, либо черный. Но черный встречается очень редко на Мувах. Ага. И аналогичная модель Subaru Stella есть. Во, Фир. А у Subaru Stella так же дверь открылась? Абсолютно одинаково, да. Ага. Вот, чистая машина вот пришла, я думаю. Вот так, да. А здесь не было колес? Нет, здесь не было вложений. Только... Не, колес не было? Нет. Вот здесь кнопка может ставиться, да? Вот как раз таки, да, там кнопка стоит на более топовых комплектациях. А они что это, им прицел надо, они что промахивают? Да, 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 да. Постоянная проблема. Как так, с ковырялкой сиди со своей. Мафончик с экраном. Целлофанчик. Здесь, кстати, пушка, рулья пластиковые. Да ладно. И задняя дверь тоже пластиковая. Как на X-Trail. А это что, а это доки с корабля? Когда на парон грузят, да, идёт. Это этот QR-код, да? Да, можно сосканировать, да, посмотреть. Ага. Дверь тоже здесь пластиковая. Задняя? Да. Но он облегчённый получается, да? Да. А у него задний ряд так двигается? Да, двигается, там есть этот рычажок. Вот это крутая функция, на инбоксе вот её не хватает. Да, да, да. На инбоксе её не хватает. Смотрим комплект, знак аварийный остановка. Только с берегов, с Токио, да, приехала. Да, вот, красный. Ноты и ноты. E-Power это простой атмосферный. Какие это диапазон цены? От скольки до скольки вот такие? Это два. 2018 год, у одного 60 тысяч пробег, у другого 70 тысяч пробег. Ага. 4 балла оба E-Power. Вот этот 910 цена, у вон того 900. Офигеть, под 900 уже, да? Да, я думал, ты что-то про 700 думаешь. Нет? 700 сейчас даже уже простой атмосферный не купишь. Давай какой-нибудь посмотрим, какой получше здесь. Это 2017 год. Блин, на летней резине всё, да? Да, 90 тысяч пробег. У него. У него, кстати, отличительная черта оптика LED. Многие именно хотят именно LED-овскую оптику. Она внешне никак не отличается, но можно отличить только по наличию корректора фар вот здесь на панели с правой стороны. А на Inbox, интересно, LED у меня или нет? На Custom? Да. Да, LED. Ну, а какой год? Если рестайлинговый, то LED. Нет, 12 год. 12 год, возможно, LED будет, но может и нет. Светит вообще бомба. А свет белый был или жёлтый? Ну, мне кажется, LED. Ну, там Xenon или LED? Нет, нет. Белый? На 2012 году ещё, наверное, Xenon стоит. Вот здесь есть, видишь, пустое поле. У кого простая оптика, не LED, здесь будет корректор фар. Изменение наклона линзы. А, поэтому пустая, да? Да, да. А здесь она LED-овская оптика. А кажется, наоборот, не хватает что-то. Да, и мультируль здесь есть. Тоже, кстати, редкая мультируль на них есть. Ром, я сувенир только что увидел. Да, у меня таких много. Это японская газетка, ё-моё. У меня в Jimny их полная штука, мы вот так вот стелим их под ноги. Вот это вообще круче, чем вот это с ногами, знаешь, со следом под ног. Да, да. Ну, мы, кстати, газеты кидаем. Ну, и машинка, да, конечно, да. Она такая разноцветная, три материала разных обивки, куча кнопок. Руль асимметричный такой, здесь срубленный. Здесь, как на Nissan, не этом, на Leaf, коробка. С джойстиком. Да, с джойстиком. Надёжная трансмиссия, планетарная передача, она на сегодняшний день вообще самая топовая считается. На Prius она же используется, на электрокарах. Ну, ты слышал, да, про техническую составляющую, знаешь, этой машины? Ну, я знаю, я даже катался в находке на таком 1.2-3 цилиндра, но едет нормально, да? Да, потому что здесь двигатель выполняет роль генератора. То есть он едет, как электрокар, используя мощность батареи, которая стоит, как на Nissan Leaf, а этот двигатель просто питает эту батарейку. За счёт этого тут динамика, как на электрокаре, маленький расход, но при этом там не зависишь от электричества. Это именно E-Power, да? Да, это именно E-Power. А это обычный? Обычный, просто 1.2 литра, тот же мотор трехцилиндровый. Просто, да? У него стоит, да. То есть там, как генератор, он не работает, да? Нет, там вообще, в принципе, отсутствует какая-либо батарея. Но это конкурент Fit, да? Fit, Aqua, да. На сегодняшний день, да. Сейчас Aqua, например, с хорошей комплектацией уже ближе к миллиону стоит. Aqua это каратышка же такая? Ну, плюс-минус то же самое, да. Там двигатель 1.5 литра идёт. Но Aqua, да, сейчас они в Японии очень сильно подорожали. Поэтому уже всё, что хорошее, в отличных комплектациях, начинается миллион, а то и выше. За топовые версии. А уже Camry, я зашёл в объявление вчера, что-то выскочило. Camry, седьмой год, старая вот эта. Миллион. Ну да. По 500 раньше покупали. Да, так люди и пишут, куда такие цены. Вот Nissan Note там 900 тысяч, да? Многие думают, что цена ему 700 тысяч, там 750. Ну, как бы да, я бы сам рад был, если бы они столько продавались. Вот это? Да. Полторашка, да? Да. Полторашка. Очень интересная. Ну да, кстати, она такая. Не дооценивалась, многие с ней не знакомы. Непопулярная модель. Такие фары у неё интересно сделаны, необычные. Что линза не посередине, а сбоку. Да, линзованная оптика, в отличие от такой же модели Toyota Spade. Ой, Toyota Ford. Ну у неё всё на решётках вот так, да? Тут такие сразу... А, это чехлы? Это чехлы фирменные, да. Интересно так сделаны. Здесь тоже кнопок много, много можно всяких поставить. Кнопка старт, стоп. Это не новая комплектация, но при этом это 2018 год и пробег 20 тысяч всего. Крутилочки, да, на ней? Коробка вот такая вот, здесь всё свободно. А тут какие-то эти полозья, это чё такое? А, это двигается? А, тут же сидение двигается вперёд-назад. Тут ещё коричневая какая-то отделка сзади, да? Да, пластик, да. Здесь двигатель надёжный, 1,5 литр стоит. НЗ? Да, вариатор. Уже модернизированный стоит. Здесь, кстати, подвеска очень комфортная. Ну, то ли развесовка грамотно настроена, но кто в первый раз ездил, он на таких машинах ездит, они офигевают настолько. И три стеклоподъёмника, да? Да. Обратите внимание. А чё это за целлофанки? Это япушка? Это, ну, машина 20 тысяч пробегов, он ещё даже не снял просто заводской. Ничего себе, это он чё, год ездил с целлофаном с этим? Да, да. Или сколько, какого года она? Конца 2018 года. Дверь такая, лопата здоровая. Вообще, да, машина такая необычная, а багажничек маленький, наверное, да? Да нет, тоже достойный. А, ну это он такой глубокий, да? Да, глубокий. Здесь такое колесо запускает. О, даже с запаской? Да, плюс. Офигенно. То, что в большинстве сейчас именно ремкомплект идут, я им не очень доверяю, потому что если ты порвёшь колесо, то ремкомплект мало тебе чем помочь. Ром, сколько стоит такой? 835. Не, ну тут вообще дверь она вот такая, просто на пол машины. А, ещё электрическая, да? Да. Поехали. Полозья, вот они, идут отсюда и досюда. А сиденье можно полностью сдвинуть вплотную сюда. Ага. То есть там просто стопоры стоят железные, поэтому не сдвигаются. А так можно сдвинуть, ну и пассажирам сюда, вместо. Заднее сиденье здесь просто как стол. А тут же делается столик. Ну да, я и понял. Если положить, то так вот. Всё, здесь как стол. Можешь ноутбук ставить и работать. Вот тебе для путешествий такую надо вообще. Да, летом, да? Да. По лесам, по полям. Эти сидушки тоже складываются в пол, ещё образуется ровная поверхность. 800 тысяч, да? 830 тысяч. А, значит, 18-й год и 20 тысяч пробега автомобиля. А почему такой маленький пробег? Такой пробег. А она не бита, ничего? А я сейчас посмотрю. Потому что обычно, когда маленький пробег, какие-то бывают эти, знаешь, нюансы. Да, на R у неё в капот получается замена и крыла была. Ага. Ясно. 25 тысяч пробег у неё. 18-й год, 6-й месяц. Ну да, интересная машина, но на любителя, наверное, да, всё равно? Ну да. Не все такую берут. Да, на рынке она продаётся не очень. То есть на рынке их не очень покупают. Ну ещё за счёт того, что стоимость как бы тоже не низкая на сегодняшний момент. Но в плане вот для города машина просто отличная. И двигатель надёжный, и места много, комфортная подвеска. Она едет очень бодро. Вот фит ещё. Тоже, я думаю, во многом будет интересно. Фит, да, это бестселлер. Да, это без пробега тоже. А у него сколько пробег? У него пробег. Давай посмотрим. 114 тысяч. Что-то я смотрю, что пары с налётом может быть. Ну, это же её машина не свежая. 2010-го года она вроде. А, ну в машине, считай, уже 11 лет, да? Да, она 1-3 литра на полном приводе. О, здесь на зимней резине, да? Да, машина, кстати, этот комплект был вложен внутрь. Мы просто поменяли, потому что из Японии она пришла на летней резине. Вот комплект летней резины. 620 тысяч обошлась машина. Ясно, понятно. Ну блин, Ром, спасибо, что уделил время, показал, рассказал. Ты сразу так это, и коробка, и трансмиссия, всё это, да. Ты прям в технике. Чтобы людям было понятно. А, это беганая, да? Нет, она без пробега. Она просто здесь её привезли для продажи. А, ну это уже другой класс, да? Сколько у неё литров объема? Это двухлитровая тут электродверь. Это двухлитровая. У них есть 2.4, это бензиновая версия. Есть 2.3 дизель. Вот сейчас этот дизель набирает очень сильно обороты. Но это версия с передним приводом. Люди же предпочитают всё-таки на полном приводе. Ну да, тут вообще воздуховоды, вся крыша в воздуховодах. Это единственный автомобиль, который обладает таким клиренсом. Высокая, да? Да, высокая. При этом это переднеприводная, у них клиренс чуть ниже, чем на полноприводной версии. И сколько такая стоила? Стоила, сейчас скажу. Около полутора миллионов. Но у неё тоже маленькие пробеги, аукционная ценка 4.5 балла. По полутора миллионов. А видовые ещё дороже, да? Видовые, да, ещё дороже. Если вот с 2017 года какая-то, то ещё дороже будет. Это миллион восемьсот и выше. Ну вот, кстати, средний привод не очень пользуется на рынке популярностью. Куплена она за миллион четыреста пять. Пробег у неё сорок пять тысяч километров. И аукционная ценка 4.5 балла. Ага. Ладно, чё, нам мёрзлись, побегу я. Давай. Всё, давай, до новых встреч. Дороги. Надо как-нибудь на тройке карты обзор делать. Ты, кстати, покажи, он в продаже у меня находится. А, ты продаешь его, да? Да, если кого интересно. Сколько стоит? Семьсот пятьдесят тысяч. Семьсот пятьдесят, да? Ну там вложений гораздо больше. Продается на других колесах. А чё, решил Делику взять? Нет, я себе купил ещё одну машину рабочую, пробокс. Ааа, да? Мне надо такая более, чтобы была с большим багажником, да, для работы. Ну всё, до новых встреч, пока. Всё, счастливо. Да, блин, Роман вообще, вот профессионал. Просто все сразу рассказывает информацию про машины, цены, подробности, техника. Конечно, да. Люди, которые здесь живут, они варятся в этом. Всё, всё. Всё. Эй. Ну...